первая степень 2 степень 3 степень четвертая степень говорят даже пятую степень уже ставят кокса артроза или асептического некроза всем привет вы на канале тренер хапаев и вот эти указания степеней они бьют головной мозг любого кокса артрозника как приговор как что-то причем вы воспринимаете это все очень субъективно потому что у вас не с чем сравнить вы не находитесь в каком-то сообществе как этих анонимных алкоголиков да вот так алкоголики собираются там здравствуйте я алкоголик у меня там 10 лет стажем если бы вы собирались так сколько с артрозниками вы бы вы бы могли сравнивать свои ощущения с ощущениями других но у вас этого нету вот моей группе прошло уже около двух тысяч человек которые со всех концов мира которые имели разные степени заболевания после операции до операции и еще были сложные случаи там но сложными суставами то есть я эти истории все пропустил через себя у меня немножко такое объективное мнение по поводу кокса артроза у вас субъективная и вот еще раз хочу сказать что когда вам ставят первую степень вторую степень и вы мучились мучаетесь от боли это только ваша вина это ваша необразованность в этом вопросе и нежелание что-либо делать в этом направлении то есть если вы ждете помощь от врача то врач должен быть очень хорошим специалистом то есть просто если вы обратились к хирургу понимаете у нас так так устроены так устроено обучение врачей что они узко специализированы хирург вот вы приходите хирург он посмотрел ваш рентгеновский снимок первое вы сделали рентген рентгенолог который делает рентген в кабинете рентгена вот независимые пошли в рентген да и сделали рентгенолог уже ставит вам диагноз уже он ставит диагноз то есть от рентгенолога вы первым увидите что у вас будет записано там первая вторая степень когда вы с этим диагнозом приходите хирургу зачастую хирург просто подтверждает этот диагноз иногда он может увеличить эту степень вторая третья перестраховаться или потому что это понимаете вот эти пятна на рентгене сужение суставной щели она настолько ну вот знаете субъективно но зрительно человек смотрит там ага сузилась щель вот левая по отношению к правой да ну вот правая вот такая толщина а вот левая уже имеется вещь в виду хрящевая ткань суставной щели там нет суставная щель уже сто раз говорил это понятие ну как рассказать такое ассоциативное просто это хрящевая ткань другого цвета показывается на рентгене поэтому называют суставной щели это не щели это плотно подогнана хрящевая ткань друг другу там на головке сустава и на ложной впадине и вот хирург вам сказал рентгенолог сказал но хирург ну как вам сказать он не лечит он режет он режет да то есть вы вот пришли хирург он вас режет врач того травматолог там ну вот понимаете что что вы от врача хотите услышать только одно на сегодняшний день он садится и выписывает рецепт он спрашивает боли есть у вас вы говорите да я плохо сплю он весь выписывает обезболивающие и стандартно выписывает хондропротекторы хондроитин с глюкозамином все вот пришла разнарядка сверху для всех врачей россии на ну условно говоря там да поскольку я в россии вот при таком-то диагнозе выписывать вот такой рецепт все на этом лечение закончена ну и еще хорошо если вам скажут найдите найдите реабилитационный центр лечебная физкультура вам это тоже продлит ваше состояние очень сухо очень по враче ну я не обвиняю врачей абсолютно то есть это ну как сказать это на что учились то и тип те получились как учились так и получились да поэтому здесь что-то требовать большего но невозможно вот но вы к этому хирургу можете на стол попасть потом и он вам сделать блестящий операцию он гениальный хирург он вам отрежет все забьет туда костыль и вы будете радоваться до конца жизни этой операции но принцип самого лечения вот на словах вот такой да обезболивающие хондропротекторы и сходите на лфк вот и все вы насколько насколько углубились в этот диагноз насколько вы поняли что что вы из этого вынесли вы из этого вынесли факт по факту что у вас действительно есть заболевание данная коксоартроз посмотрели википедии что это такое как как расшифровывается коксоартроз все стало ясно вы пошли бегом купили обезболивающие потому что вам прописали вы начинаете пить и о радость то какая какая радость вы начали пить обезболивающие боли ушли ночью то спать оказывается можно спокойно это первый вот этап восприятия заболеваний а тут хондропротекторы хондроатин с глюкозамином так хорошо вы пробиваете в интернете вы смотрите в живьем в аптеке находите ну кто-то начинает просчитывать выгодные варианты заказывает оптом на на зоне там я не знаю на вайбересе где там где вы будете заказывать в китае вот значит так сказали три месяца пить логично вы думаете логично лекарство да дорогое на три месяца выходит приличная сумма три месяца минимум полгода максимум как полгода ну а что это логично потому что плохое лекарство не может быть то есть дороги дорогой лекарство не может быть плохим есть она дорогое значит наличь обезболивающее помогло не обманул врач стало легче ходить двигаться нормально все сутки ночь проспал еще целый день хожу вечером опять обезболивающие вы в этот момент не смотрели какие побочные явления от обезболивающего ну там что-то что-то вы посмотрели там если гастриты их там колит и изжоги там ну не советую до подобрать индивидуально под себя какое-то обезболивающее но можно колоть еще да можно не орально там а через задницу пускать хорошо вы с этим решили отлично помогают все хондропротекторы до потратим деньги подай на семейном совете надо да говорят что они там прямо вот на клеточном уровне восстанавливают хрящевую ткань кому-то помогло а у кого вы спрашивали но у кого вы спрашивали помогло или не помогло но опять же в интернете посмотрели 5-6 видео рекламных попали на 5-6 видео знаете как вы в интернете ищите вы ищете то что вам выгодно вы смотрите как помогает лекарство не как она вред приносит вам это не интересно у вас же мозг заточен сейчас на то чтобы вам что-то помогло зачем же вы будете смотреть то что не помогает вы смотрите то что помогает вы вопрос задаете да хондропротекторы помогают улучшают хрящевую ткань влияет на ее качество там да все нашли 5-6 видео после вы убедились в этом вы уверены что это все работает лечебная физкультура на последнем месте вы когда-нибудь занимались до этого никогда но в школьные годы но там в студенческие годы бегали футбол играли волейбол играли но по факту вы не занимались но занимались например борьбой хорошо там велосипедным спортом хрутили педали что вы оттуда вынесли вы что знаете лечебную физкультуру вы знаете как взаимосвязано работает мышечная структура как работают мышцы органиста антагонисты синергисты вы все это знаете нет вы ничего не знаете ох да тут же много слов незнакомых это надо читать если вы не знаете надо читать надо посвящаться в это глубоко надо тратить время есть на это время нету времени потому что здесь внука надо в садик отнести надо чтобы муж пить бросил надо там еще в гараже порядок навести тогда задач много остановились на обезболивающим хорошо если денег хватает купили хондропротекторы пьете хондропротекторы ждете той радости когда у вас все станет на свои места обезболивающие пьете неделю вторую третью под появляется колики какие-то в желудке полы появляется неприятный запах начинает изжога какая-то идти пища начинает плохо перевариваться вы так думаете так что это такое в чем дело хондропротекторы пьете значит от обезболивающих пытаетесь отказаться чуть меньше их делать там ну потерплю одну ночь потерплю вроде бы ничего потом начну через день пить или через два или через три боли возвращаются хондропротекторы пьете уже третий месяц она ничего не по не проходит все как бы вроде бы поначалу раз что-то стало легче но эффект плацебо знаете начали пить сами себе внушать это сильное воздействие внушить себе можно вообще профессионалы те которые медитируют йоги они могут вообще внушить их огонь не ждет они босыми пятками по огню идут вы на пляже по камням пройти не можете по песку горячему в там в июле месяце в августе месяце когда солнце шпарит а йоги йоги по огню идут они себе внушают что не больно на гвозди становятся а вы там иголкой раз укололи случайно кровь пошла ничего не работает а про лфк забыли совсем зачем она это лфк нужно что там смотреть вот это ногу влево ногов нога вправо если она болит так она и будет болеть вы же так себе говорить вот и все время прошло обезболивающие закончили свое действие вы еще можете поменять обезболивающие там одни на вторые на третьи более сильные можете дозировки удваивать но вы придете к тому что вы у вас все это будет оборачиваться побочными явлениями которые дадут дополнительные проблемы потом начнете на диету садиться избавляться от отжоги лечить язву которая открылась которая была уже закрыта и так далее а если бы вы начали алгоритм выстраивать именно зарядки то вам бы не пришлось пить обезболивающие и хондропротектор и понимаете в чем дело зайдите попробуйте в группу попробуйте месяц один позаниматься особенно кто мучается с 1 со второй степенью с болями я со второй степенью бегаю сейчас что со штангой приседаю тренировки провожу полноценный каждый день две тренировки один одну тренировку с группой другую тренировку со своими штангами на соревнования езди выступаю никаких болей ничего я не чувствую нормально нога живет обычной жизнью внизу я там в комментариях закреплю статью ссылками почитайте кому будет интересно пишите я вам обязательно отвечу пока